Я Александр Молчанов и каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Также я напоминаю, что полным ходом идет набор на онлайн-курс сценарий телесериала в нашей сценарной мастерской. Если вы хотите научиться писать сценарий, если вы хотите стать профессиональным сценаристом, если вы хотите сделать это в нашей сценарной мастерской, то вот я вам добавляю ссылку. Проходите по ссылке, подавайте заявку и займите место на курсе, пока его не занял кто-то другой. Набор идет полным ходом, где-то треть участников уже занята, еще где-то треть займут ребята, которые сейчас у нас учатся. И вот, соответственно, 10-15 мест есть для вас. Естественно, всех вас взять не получится, но какое-то количество участников можем взять. Раз в год сериальный курс. У нас сейчас всего два сценарных курса я сейчас провожу в году. Это сериальный курс, он сейчас, и сценарий полнометражного фильма, он будет зимой. Так что вот единственный шанс запрыгнуть. Так, хорошо, друзья, давайте так. Выполнены ли у вас предыдущие задания? Выполняли ли вы предыдущие задания? Если выполняли, то поставьте плюсик в чате, что вы их выполняли. И сейчас я попрошу у вас открыть эти записи ваши, то, что вы в течение недели записывали. И мы сейчас прямо вместе с вами будем по чек-листу собирать заявку. Сегодня мы ее соберем, если, то есть, ну, в идеале вообще мы ее сейчас за час закончим. Часа достаточно для того, чтобы написать заявку. Можно и быстрее написать. Я не помню, рассказывал он вам или нет историю, как я написал заявку за 20 минут. И по ней был запущен сериал для первого канала с миллионным долларом, миллионы долларов бюджетом. Я ее показываю, эту заявку в мастерской, я ее в свободном доступе в паблике не могу показать. Значит, смотрите, что такое заявка вообще? То есть, заявка – это некое ваше описание, краткое описание, не больше трех страниц, описание вашей идеи. Которую вы предлагаете. И я считаю, что, да, на телевидении именно заявка является двигателем бизнеса. То есть, любой разговор начинается с того, что ты там общаешься, например, возникла какая-то идея, тебе говорят, ну, набросай заявку на три страницы. Ты набрасываешь, да, и по заявке уже становится видно, идея встает на четыре лапы или не встает. То есть, опытный глаз сразу же видит по заявке. Вот, понятно, что по-хорошему нужен, конечно, пилот, смотреть, как сюжетные линии выставятся, но вообще по заявке обычно уже видно. Просто по идее не видно. И может быть так, что идея звучит интересно, да, на слух, а распишешь, начинаешь под персонажем раскидывать и видишь, что она не работает. То есть, звучит вроде бы забавно, а именно вот эта сериальная механика у нее не выстраивается. И, соответственно, вот именно, и заявка – это как бы такой минимальный тест, минимальный жизнеспособный продукт для того, чтобы протестировать идеи. И я считаю, что сценарист должен заявку вообще из любого состояния написать, да, то есть, лежа, сидя, занимаясь сексом, с похмелья, умирая, исповедуясь, да, то есть, сценарист должен сесть и написать заявку. Просто вот это автоматически надо. В свое время, когда я только-только начинал, я написал больше ста заявок, не больше ста, что-то было. То есть, я поставил задачу, я каждый день пишу заявку новую и отправляю в новую компанию. Вот я прокачивал таким образом навык и написания заявок, создания идей и навык коммуникации. И, по-моему, я 93 или 94 написал в итоге, и дальше у меня началось движение какое-то, и руку набил, вот, и, соответственно, и начал работать, получил работу. И необходимость отвалилась заявки писать. Но, значит, само по себе оформление заявки, оно вот так же, как американка, да, то есть, наверняка слышали про то, что вот есть сценарная запись определенная, да, она есть, и все там, я тоже показываю, все, ничего сложного нет, ничего хитрого. Там есть определенные нюансы, которые, о которых в учебниках не пишут. И, собственно, которые, опытный глаз, да, такие знаки для своих, знаете, как почтальоны пишут на почтовых знаках, на почтовых ящиках пишут какие-то загадочные знаки, да, и там следующий почтальон приходит, и он уже знает, ага, тут, то, тут, все. Вот так же и в сценарии тоже есть определенные секретные коды, которые, значит, если они там есть, любой редактор посмотрит и сразу же, сразу же понимает, ага, этот человек профессиональный, а этот непрофессиональный. Вот я об этом тоже там все рассказываю. Паблик, естественно, я не могу рассказывать, иначе тогда они не будут секретами, эти секреты. Вот. Ну, вот что касается заявки, да, и вот как с американкой. Есть классическая ортодоксальная американка. Вот только так и никак иначе. Во всех учебниках говорится, что вот только так может быть записан сценарий. Нельзя выделять полуживие, нельзя нумеровать сцены, там, и так далее. Фамилия должна быть вот там-то там. На самом деле фамилия должна быть в другом месте. Нумеровать цены не только можно, но и нужно. Выделять полуживие можно, да, то есть и правила, то есть есть определенные нарушения правил, которые обязательны. Если вы их не нарушаете, то вы как бы будете выглядеть таким человеком, который учился по учебникам. По учебникам. Вот. И с заявками то же самое, да, то есть есть тоже, есть абсолютно какая-то некая форма, я вам сегодня ее дам. И дальше начинается большое количество вариантов, большое количество трактовок, как можно писать заявку. И опять же, я там в мастерской, я даю заявки, которые там буквально на одну страницу, там, одним большим абзацем описан сюжет, и по этой заявке был запущен проект. И заявка дотошно разработана, где все там расписано, раскручено, персонажи, биографии, персонажи, и по ней не был запущен проект. И я там объясняю разницу между одним и другим проектом. Тоже я не могу просто это в свободном доступе рассказывать, потому что это все реальные проекты. И, соответственно, могут быть определенные нюансы в заявке. Ту форму, которую я даю сейчас, она рабочая. То есть вы можете написать заявку в этом формате, ее прочитают, если она будет хорошая, ее примут в работу. Вот. Но могут попросить что-то еще. То есть могут посмотреть и сказать, так, ребят, у нас есть своя форма заявки сугубо, тоже я там показываю, опять же, в свободном доступе не могу. Я в мастерской даю формы заявок конкретных компаний. Например, у них там своя форма. Вам могут просто сказать, вот, пожалуйста, нам вот в этом формате сделайте заявку. Не проблема, берете и просто оформляйте, добавляйте нужные импульты. Но вот того, что я вам сегодня дам, этого, в принципе, достаточно для начального какого-то первого разговора. И вот мы с вами, надеюсь, это сделаем. Итак, заявка. Приготовьте ваши записи. Вот, значит, открываем вордовский файл. Начинаем писать заявку. Вот как вы думаете, что должно быть первое в вашей заявке? Предположите, что должно быть первое. Напишите в чате. И очень многие начинающие авторы вообще пропускают эту подсказку. Подсказку вам дам. Название сериала. Хорошая версия. Еще версии есть. Формат. Так, еще версии. Форма. Фиво. Да. Там должна быть ваша фамилия, фамилия и имя. Да, то есть у текста должен быть автор. И любой файл должен начинаться с вашего фамилии и имени. И у меня это настолько, ну и у всех авторов, которых я знаю, да, это настолько прям в подкорку вбито, да, что у человека возникает идея на два предложения. Вот идея фильма, сериала, не знаю, вот надо зафиксировать, записать. Человек автоматически создает файл и тут же автоматически создает, пишет свою фамилию, пишет свой мейт. И потом только после этого, то есть на каждой странице, где есть хоть два ваших слова, вверху должна быть ваша фамилия и ваши контакты. Начинаем мы с вашей фамилии. Всегда. Всегда. То есть с кем мы имеем дело. Да, то есть человек открыл заявку чужую, да, вот что он такое видит. Но есть еще нюанс, как бы должен ли быть в заявке титульный лист, я считаю, что не должен. Потому что все-таки большинство заявок, да, было время, когда заявки распечатывали, читали с листа, сейчас этого мало кто это делает, все читают с ноутбука. Вот. И лишний лист, это лишние там, лишних три скролла. Вот. И вы, как бы человек, у вас уже эти три скролла, он должен на вас потратить. Кажется, это ерунда, да. Если у человека 10 заявок, он у вас может на вас эти три скролла и не потратить. Откроет, увидит титульный лист, закроет и все. Дальше следующий. Вот. Поэтому в первом же листе, в первом же экране должен быть максимум информации. И ваша фамилия, да, то есть если это известная фамилия, то сразу понятно там. Не знаю. Дмитрий Константинов, Александр Молчанов, да, Алена Звонцова, Зоя Кудря. Да, то есть человек заявки видит, сразу же понимает, чего от кого ждать. Вот. Если не знакомый автор, значит, надо запомнить фамилию. Да, то есть увидел и высшая вероятность того, что он вашу фамилию запомнил. Вот. Первый пункт – это фамилия. Да. И еще один нюанс. Очень многие люди, они по какой-то причине думают, что если вот я отправляю свой текст, сценарий, файл, заявку, поэпизодник, да, то человек автоматически должен помнить, что вот это типа от меня. Вот. И в итоге, естественно, это сразу же теряется, да, то есть переслали туда, переслали сюда, переслали обратно, все. Уже любая сопутствующая информация, она уже потерялась. Вот. Именно поэтому, кстати, называть файлы надо всегда, там я попозже скажу, как каждый файл должен быть назван. Значит, потерялась и все. И дальше, допустим, проект готовы запустить производство. У меня тоже есть случай, бывают такие случаи, когда там запустили проект, а автора не знают, вот просто не знают, кто автор. То есть заявка ходила по рукам, а автора так и не смогли найти. Она из компании, в компанию, из рук в руки переходила. В итоге там уже подключили других каких-то авторов, автора не нашли. Заявка нравится, как бы все. Вот. Или иногда в сценарных сообществах появляются письма такие, ребята, вот есть вот такая заявка, анонимка, классная заявка, нам нравится, хотим запускать, не знаем, кто автор. Не слышал ли кто-нибудь о такой заявке? И начинают искать автора заявки. Это не такая редкая история. Вот. Из-за чего? Из-за вот этой тупости. Потому что, ну иначе как тупостью, нельзя назвать, как бы то, что вы не подписываете свою заявку. Итак, фамилия, имя. Вначале. Дальше. Следующее. Контакты автора. Тоже обязательно должны быть. Если вы думаете, что вот у меня в этом самом... Вот сейчас прям возьмите и напишите фамилию, имя, вордовском файле. Значит, если вы думаете, что, опять же, я же отправляюсь со своего мейла, там же видно, чей мейл. Два-три раза переслали, что даже в пределах одной компании далеко не редкость. Секретарша получила, переслала продюсеру. Продюсер, не глядя, кинул редактору. Редактор прочитал, кинул продюсеру обратно и сказал, отлично, давайте вызывать навстречу. Продюсер кинул секретарши, вызывай его навстречу. Секретарша, я вообще в первый раз вижу, да, то есть уже там давным-давно, да, тысяча писем в день падает. Вот. Никто искать не будет автора. Значит, имейл. И обязательно должны, должен быть телефон и мейл. Не надо больше ничего, кроме этого, никаких ссылок на LinkedIn, на YouTube-канал, на Instagram или еще что-то, да. То есть понятно, что у людей сейчас там куча этих самых там мессенджеров, не мессенджеров, с вами свяжутся либо по телефону, либо по email. И обязательно должно быть и то, и другое, потому что половина людей только пишет и никогда не звонит, и половина людей только звонит и никогда не пишет. Вот. Поэтому ставим, ставим мейл свой. Так, давайте вот прямо сейчас написали свою фамилию и написали свой мейл и свой телефон в этот файл. И когда сделаете, напишите плюсик. Плюсик напишите в этом самом чате. Сколько денег я хочу за него? Да-да-да. Номер счета, на который переводить гонорар. Номер карточки. Вот смеемся, да, а мне случалось, мне иной раз, такие безумцы всякие пишут. Я написал сценарий, сколько ты мне за него заплатишь? Я. А мне зачем? Зачем мне сценарий? Ну, я сам сценарист. Если мне понадобится сценарий, я сяду да сам напишу. Так, есть, сделали. Следующее. Следующее – это название проекта. Значит, название должно быть с одной стороны, оно должно быть броским и запоминающимся. Да, то есть, название типа расставания, встреча, судьба женщины, прощание, изгнание, возвращение. Это все, даже если у вас фильм-шедевр получится, да, это все ни о чем. Поверьте мне, вы фильм «Возвращение» стали смотреть, если я уверен, что вы все его смотрели, да, не из-за названия. Да, классное название «Возвращение», точно, блин, надо посмотреть. А потом «Изгнание», еще лучше, слушайте, не знаю, никто режиссера, ни про что фильм, но надо посмотреть. Такое офигенное название. Вот, иногда бывает, называют сериалы, например, там, не знаю, именем героя, да, как, например, Оливия Китерич, но, опять же, здесь надо учитывать, что это экранизация, да, то есть, и люди, которые видят сериал с названием Оливия Китерич, да, они понимают, что это экранизация романа Оливия Китерича. А в России, когда его показывали, да, понятно, что в России мало кто читал роман Оливия Китерича, а там мы, там, еще до того, как там уже второе продолжение вышло, но мы-то упоротые читатели, да, то есть, мы там заказали из Лондона, заказали книжку, да, прочитали, и вышло продолжение, заказали, продолжение прочитали. Вот, ну, не все же такие упоротые, вот, поэтому в России сериал шел с названием «Что знает Оливия», да, уже, уже есть какой-то крючок, что же такое «Знает Оливия», да, вот, интересно. Вот, поэтому оно должно, с одной стороны, цеплять, с другой стороны, оно должно соответствовать тому, о чем идет история, то есть, должно быть понятно, про кого идет этот фильм, про кого будет этот фильм. Да, то есть, может быть, да, может быть, сериал, который, например, там, не знаю, именем героя назвать, да, например, сериал Ольга, вот, но понятно, что там идет активная рекламная кампания, направленная именно на одного главного персонажа, такое может быть. Вот, но я уверен, что когда писали заявку этого сериала, надо будет спросить, кстати говоря, там сценаристы, мои ученики, надо будет спросить у них, когда заявку они сдавали, какое у них было название. Я уверен, что там изначально было название не Ольга, а что-то другое, вот, там, «Реальные пацаны», например, да, сразу, сразу понятно, про что идет речь, да, «Не родись красивой», тоже, там, более или менее сразу понятно, о чем идет речь, вот, поэтому название, да, должно соответствовать вот этим двум критериям. Оно должно цеплять, запоминаться, и по нему должно быть понятно, про что идет история. Напишите, давайте, давайте сейчас, напишите, какое у вас название сериала, рабочее название, может быть, рабочее название, да, например, если вы там не очень уверены в названии, да, можете написать рабочее название. Бывает так, что пишут 2-3 названия на выбор, но это уже как-то не очень хорошо выглядит, да, можно написать рабочее название, там, такое, такое. Вот, хорошее название, кстати, «Ктенчик счастья» пишет, «Караокеры», отличное название, супер, да. «Подтверждение любви», хорошее название, тоже, да. Так, «Юридическая магия», очень хорошее название, «Счастье на бабах», тоже классное название, «Недетские каникулы», шикарное название. Ну, отличное название, «Микки Маус в релокации», супер, да, «Стать звездой», ну, я бы поискал еще, да, то есть, но это как рабочие годится, да, то есть, что понятно, о чем идет речь, более или менее. Можно там подумать. У нас были ситуации, когда у нас, мне известна история, когда Беленький, продюсер, он, это человек, который первый ситком российский сделал, клубничка, и он легендарный дядька, он кучу проектов сделал для канала России. И вот он у нас вел в этом самом, в Абгике, он нам рассказывал, собственно, о том, как там устроено все это телепроизводство, он нам рассказывал, и он говорил, что вот у меня, типа, был случай, когда мы просто название сериала сказали, и у нас после этого запустили проект в эфир. Вот, и мое любимое упражнение, значит, предложить угадать название. Я не знаю, что это за проект, и мы тоже его начали пытать, типа, скажите, как название. Он говорит, не могу сказать, оно сейчас в работе. Вот. Оно называется, мы его, у нас, типа, свое такое название секретное, да, кодовое, ЖДП. Вот. Мы такие, что такое, Жил-был Путин, или что, какое название? Вот, не знаю, так и не знаю, что это за проект, но куча версий, мы уже придумывали кучу-кучу вариантов, что это могло бы быть за название такое. Ну, вот, пришел, сказал название, ему сразу сказали, подписываем договор, сходу запускаем, только по названию. Вот. Есть проекты, которые, вот, там, одно предложение сказали, все, сразу же, сразу же запускаем. Было, был проект, сейчас, ну, мы двинемся сейчас дальше, да, Тело в шляпе. Да, есть проекты, в которых до самого запуска нет названия. Например, когда мы запускали сериал Захватчики, он изначально назывался, у нас было кодовое название Raidery. И мы так и думали, что это должны быть, сериал должен называться Raidery, потому что он про рейдеров. Вот. Но почему-то начальство НТВшное, оно считало, что никто не знает, кто такие рейдеры. Хотя вышел уже роман Астахова про рейдера. То есть, ну, это было, и в Москве это была очень мощная история рейдера. То есть, все, там, здания появлялись, обвешанные плакатами, нас атакуют рейдерами. То есть, это была очень такая распространенная история в конце 90-х, начале 2000-х. И дальше рабочее название, вот сериал снимался, и рабочее название было Raid, двоеточие, слияние и поглощение. Вот. Плохое название, потому что оно, ну, не запоминающееся, раз такое сложное. Вот. И буквально вот все, типа там, в понедельник должен быть эфир, в пятницу мне звонит редактор и говорит, слушай, блин, вот последний шанс, короче, поменять название. Я иду по улице, и мне звонит редактор Юлия Шагенурова, и говорит, у них, типа, рабочее название сейчас, они хотят поставить захватчики. Вот, если мы сейчас им не предложим название лучше, сериал будет называться захватчики. Я говорю, слушай, ну, единственный вариант рейдеры. Вот. Она говорит, рейдеры им не нравятся. Они считают, что, типа, никто не знает, кто такие. Да, а захватчики все знают, конечно. Ну, и вышел сериал «Захватчики», и люди были озадачены, то есть они думали, что захватчики – это про фашистов. Фильм про войну, то есть когда люди видели захватчики в телепрограмме, да, они включали телевизор в надежде увидеть какой-то фильм про войну, да, а видели нечто совершенно другое. Это было, такая, озадачивало людей, да. Есть, которые просто, да, prison break, да, breaking bad, во все тяжкие, там, кости, bones. Все, как бы, просто характеризующее, как бы, то, что есть. У нас было в свое время, мне очень хотелось запустить проект под названием «Закон далее». Значит, когда мы запускали такой боевик про… мне хотелось сделать его прямо в духе HBO, в духе таких вот этих самых чуваков, которые вершат правосудие, столичного мента, который там, ну, убивает какого-то сына начальника при задержании, педофила, и его прячут от расправы, он, его прячут в деревне, в родной. И вот он в деревне в этой устраивает свои законы, свои порядки. А вот, и мне какое-то время он существовал под названием «Закон Даля», да, а герой, я хоть его название, имя им придумал его, Матвей Даль. А вот, сказали, нет, Даля – это не русская фамилия. Я очень смеялся, конечно, да, словарь Даля, он вообще никак нулевое образование у людей. Поэтому, да, конечно, Даля – это не русская фамилия, безусловно. Значит, и в итоге он вышел под названием «Земляк» сериал. Ну, тоже хорошее название, которое, ну, полностью характеризует то, что, как бы, это самое… Вот, хорошее название у нас было «Карина Красная». Тоже, мне кажется, я прям горжусь им. Потому что, ну, оно четкая, четкая ассоциация с Калиной Красной, да, с криминалом, с какими-то вот этими вещами, да, но при этом героиню зовут Карина, да, то есть сразу ее обозначает и сразу указывает на сюжет, что, значит, девушка, которая была с криминалом и была связана с милицией. Это советское время, про советский криминал. Так, эхо, рабочее название, рабочее название, байл, имя, место, где все происходит, тело в шляпе, хорошее название, вещественные доказательства, хорошее название, консультант, хорошее название, временный хаос, игра с судьбой. Да, может быть, мне не очень нравятся двойные названия, да, потому что это два названия. Вот, честно говоря, вот каждое из этих названий по отдельности было бы хорошо. Это был, в свое время был фильм, тоже с таким сложным названием, мужской сезон, двоеточие, бархатная революция. Вот, мужской сезон, хорошее название, бархатная революция, хорошее название, мужской сезон, бархатная революция, плохое название, да, потому что, ребята, определитесь. Вот, то же самое, временной хаос, хорошее название, игра с судьбой, хорошее название. Вместе сложно, слишком сложно. Хорошо, идем дальше. Вот название есть. Дальше. Жанр. Жанр мы с вами определяли уже. Романтическая комедия, триллер, драма, телероман, детектив, ситком. Пишем. Жанр в этом самом панике в своем. Здесь все просто. Давайте мы все по порядку сделаем, чтобы я тоже видел, что вы понимаете. Напишите в чате, напишите жанр. И у себя в файлике напишите жанр, чтобы я видел, что вы свой жанр понимаете. Мы с вами сколько у нас сейчас? В прямом эфире 34 человека. Вот если мы 34 заявки сделаем, то это уже будет очень неплохой результат курса. Я понимаю, что еще в записи смотрят там. Я посмотрел, там по тысяче, по две человек смотрят на разных площадках на наших. Но я все равно исхожу из того, что у нас с вами самая главная работа идет, когда мы вместе работаем. Так. Психологическая мелодрама, детектив, триллер, детектив, драма, драма, фэнтези, детектив. Вот смотрите, вот сложные жанры лучше не использовать. Если у вас главное в истории фэнтези, так и пишите фэнтези. Да, то есть фэнтези у вас выдавит все. Потому что вряд ли будет какой-то канал, где продюсер скажет редактору, так, мне нужен микс драмы, фэнтези и детектива. Найди мне такой сериал. Вот. А тут-то и вы как раз со своей заявкой. Да, то есть жанр, однозначный жанр, однозначно понятный жанр, да, это фильтр, по которому люди смотрят. Так, нам что надо? Нам нужен детектив. У вас детектив? Детектив. Хорошо, читаем. У вас фэнтези? Не читаем. А вот. Драма, фэнтези, детектив. Нам не нужен драма, фэнтези, детектив. Да, то есть вообще я не знаю, кому нужен такой. Драмеди. Так, детектив. Мелодрама с комедией. Комедия, драма. Можно ли написать комедия, фэнтези? Вот с миксом жанров, друзья мои, лучше осторожнее. То есть если у вас, например, там, не знаю, например, есть такой ситком «Третья планета от Солнца». Он про инопланетян, которые превратились в людей и живут среди людей. Что это? Фэнтези? Да, по всему смыслу, да, это фэнтези. На самом деле это ситком. То есть они, эти инопланетяне, они просто, ну, как бы, подсвечивают, да, это такой кандид, да, простодушный. То есть они как бы дикари, которые подсвечивают разные нелепости человеческие, да, то есть они такие, ну, семья аутистов такие, вот, которые по номиналу воспринимают человеческие отношения. И это создает смешные ситуации. Фэнтези ли это? Ну, это комедия. То есть если у вас основа комедия, лучше написать комедия. А если у вас на самом деле фэнтези, там магия, орки, гоблины, хоббиты, да, то есть все на этом построено. И там еще есть шутки, да, то тогда лучше обозначить ее как фэнтези. И тогда, соответственно, да, если комедия с элементами фэнтези, это может быть, например, на СТС, на ТНТ, да, а если это фэнтези с элементами комедии, то это там, ну, например, скорее ТВ-3. Так, детектив, мелодрама, драматический триллер, даже если есть элементы детектива. Ну, надо смотреть на то, какой жанр доминирует. И так его и обозначать. То есть если там есть элементы, да, вы можете написать там фэнтези с элементами детектива. Тогда комедия. Надо ли писать слова сценарий телесериала в формате? Да, дальше мы пишем, то есть мы пишем фамилия Молчанов Александр, команд, контакт автора, а Молчанов собака Яндекс.ру. Название проекта. Смерть комсомолки, да, жанр, детектив, да, формат. И вот дальше формат четвертой строчкой. Пример формата. Мы вчера с вами об этом говорили, да, например, вертикальный сериал 12 серий по 44 минуты. Или интернет-сериал 20 серий по 4-5 минуты. Как я вам говорил, у разных телеканалов, хронометраж серии разный, да, тоже я вам вчера его все это озвучил. Если не знаете, пишите 50 минут, не ошибетесь. То есть если часовой сериал, пишите. То есть если вы не знаете, какой у вас сериал вертикальный, горизонтальный или этот самый, да, то пишите вертикально-горизонтальный сериал 8 серий по 50 минут. Это вот безошибочный формат. То есть если не знаете, пишите столько. Если история короткая, да, горизонтальный сериал по 4 серии по 50 минут. Если уж там прям совсем точно знаете, да, то первый канал 50 минут, Россия 50 минут, первый канал 52 минуты, Россия 50 минут, НТВ 46 минут, СТС 48 минут, ТНТ 48 минут, ТНТ 52 минуты часовая, 26 минут получасовая. Вот основные эти самые, основные форматы. Формат, значит, вертикальный, горизонтальный, вертикальный, горизонтальный или вертикальный, горизонтальный сериал, столько-то серий, да, количество серий должно быть кратно 4. 4 серии, 8 серий, 12 серий, 16 серий, 32 серий. По, в зависимости от того, на какой канал ориентированы, пишите сколько минут. Так, какой у вас формат? Напишите формат. Напишите в чат, и чтобы я видел, опять же, да, что у вас, этот самый, и напишите в файл свой. 24 серии может быть? Теоретически может быть. Мне известны такие истории. Сериалы по 24 серии. Но это не очень такой распространенный формат. То есть, чаще всего это бывает, ну, какая-то история, когда изначально планировалось, например, 32 серии сделать, написали 32 и какое-то количество серий выкинули. То есть, это не стандарт. То есть, стандартный шаг, 4 серии, 8 серий, 12 серий, 16 серий, 32 серий. Вот. Как бы. И понятно, да, что если вы думаете, что будет 8 серий, да, то может быть сколько угодно серий. В процессе я вам рассказывал, там, у нас был проект, когда изначально собирались запустить сначала там 16 серий, потом вообще 64 серии. В итоге заказали 8, а сняли 6. И в эфир вышло 6 серий. Вот. То есть, все меняется, да. Но для начала я говорил, что вот. Да, комедии лучше получасовые. Комедии лучше писать 26 минут. Не ошибетесь. Так, вертикально-горизонтальный сериал, 8 серий по 50 минут. Вот Маргарита пишет, да, это вот безопасный формат, да, то есть, это вот видно, что вы понимаете, о чем идет речь, да, и дальше вам скажут, так, а в 4 серии можем уложить? Ну, например, можем или не можем, да, а в 16 можем развернуть? Ну, можем, чаще всего можем, если вертикально-горизонтальный, то вообще в чем проблема? Так, вертикально-горизонтальный, продолжительность 26 минут, количество серий 8, вертикально-горизонтальный, 8 серий по 50 минуту. Все, здесь все понятно, да, все достаточно просто, горизонтальный, 8 серий, 42 минуты, так, канал Россия, значит. НТВ-46, нет, сейчас Россия не 42 минуты, сейчас Россия тоже 50 минуту стала. Так, может ли комедия быть 50 минут? Может, может быть, часовая комедия, может быть, но это, опять же, чаще всего такая комедия, дрейфующая в сторону мелодрамы, да, то есть, это вот формат, например, не родись красивой. Да, СТС любит такие проекты, то есть, это, скорее, такая ром-ком, романтическая комедия. Может, в целом, может быть, вот, но я говорю, что это должна быть комедия с таким, ну, очень ярко выраженным мелодраматическим оттенком. Так, если 8 серийный, по 2 серии на историю, ну, в смысле, 16 серий, и правильно ли я понял, что речь идет о 16 серийном сериале с двухсерийными, ну, 8 историй? Ну, так и пишите 16 серий. Или, если это 8 серий и 4 истории, да, на 8 серий, ну, пишите 8 серий. Это детали про то, что история на 2 серии, это обговорите детали. Так, горизонтальный веб-сериал, 12 серий по 15 минут. Окей, хорошо. Дальше, теперь логлайн. Значит, смотрите, с логлайном начинаются сложности. Логлайн очень часто люди путают логлайн с теглайном. Да, что такое теглайн? Теглайн – это рекламный слоган фильма, да, например, там, не знаю, Годзилла встречает Винни-Пуха. Есть легенда о том, что Пол Шредер, сценарист-таксиста, пришел к продюсеру в начале своей карьеры и сказал, у меня есть идея фильма, якудза встречает крестного отца. Вот, это тоже популярный очень такой миф, да, когда соединяются две каких-то парадигмы, да, Годзилла встречает Винни-Пуха, якудза встречает крестного отца. И, по легенде, продюсер тут же открыл ящик стола, достал пачку денег, положил на стол и сказал, все, иди пиши. Вот, и он пошел, они вместе с братом сняли там какой-то дом рядом со студией, там у них не было даже стола, они снимали дверь по утрам, ставили ее на два стула и на этой двери писали. И написали сценарий фильма якудза. А, нет, не якудза, а не Брюс Ли встречает крестного отца. Вот, и, собственно, фильм якудза был написан. Фильм, по-моему, довольно слабый, на мой взгляд, но вот, по крайней мере, да, по легенде, так это самое. Вот это теглайн, да, то есть теглайн, это рекламный слоган фильма. На самом деле от вас могут потребовать теглайн, могут потребовать слоган, может такое быть, да, но это, ну, если потребует, придумайте. Вот, но вообще нужен логлайн. Логлайн что такое? Это короткое описание на один, на два предложения, в котором должно быть изложено, кто главный герой, да, и что с ним происходит. Да, то есть что он делает, да, как мы вчера с вами придумывали историю про героя, которому надо там заработать денег, чтобы вылечить больного ребенка, да, герой, который продал почку, чтобы вылечить больного ребенка, да, например. Вот это логлайн, да, или история про бухгалтера, который создал религию для того, чтобы вылечить больного ребенка, да, например. То есть нам надо обозначить одним предложением, что герой делает, да, чтобы было понятно, да, то есть, например, там Prison Break, герой садится в тюрьму для того, чтобы спасти, и для того, чтобы устроить, специально садится в тюрьму для того, чтобы устроить побег для своего брата, который несправедливо обвинен и приговорен к смертной казни. Вот Prison Break, да, сериал Кости, женщина-антрополог, и расследует смерть своих родителей, да, и попутно расследует другие какие-то преступления. То есть вот важен вот этот принцип, да, что герой, который что-то делает, и вот это что-то, оно и является содержанием сериала. Напишите, пожалуйста, логлайн, не теглайн, а логлайн вашего сериала. Я посмотрю, дам какую-то обратную связь. Жду ваших логлайнов. Прямо сейчас, вот если не его у вас нет, готового, да, вот по этому принципу, кто у вас герой и что он делает. История про девушку, которая находит в своей счастливой коменте, непонятно про что. Например, история про девушку, которая там устраивается на курсы английского и страдающей дислексией девушку, которая устраивается на курсы английского и находит там свою счастливую коменте. Вот сразу понятно, да, так непонятно. Так, не нужно добавить кто кому. Ну, если там есть какой-то сильный антагонист, да, можно его обозначить. Да, допустим, история героя, который, история финансиста, который бросил вызов всесильному прокурору Нью-Йорка, да, Биллионс, например. Да, ребенок, который помогает людям в релокации подружиться и найти своих, да, отлично. Безработный актер, чтобы заработать денег, идет работать вебкам, супер. В мире, где прошлое и будущее слились воедино, актер-вор пытается украсть свою судьбу, но разрушает время, вызывая хаос, играя в опасную игру с мастером интриги из будущего. Великолепно. Герой, который взглядом проявляет теневые и вытесненные части личности человека. А что он делает? Да, то есть здесь надо, как бы, вы обозначили героя, да, хорошо. И что он делает? Вот этот герой. Так, девушка в поисках смысла жизни ни о чем, то есть вообще ни о чем, да. Например, девушка в поисках смысла жизни устраивается на прииск, на золотой прииск. Интересно сразу же. Так, бывший детектив Сарын имеет суперсилы, может слышать мысли людей, которые ищут доказательства. Ну, в принципе, неплохо, да. То есть я бы единственное, что все слишком у вас мусорно, то есть слишком много текста. Это лишь мысли тех, кто совершит лишнее все. Значит, герой, который умеет читать мысли, расследует преступление. Все, да. Герой, детектив умеет читать мысли. Детектив, расследующий преступление, умеет читать мысли людей. Но ему никто не верит. Ему все думают, что он сумасшедший. Так, успешный адвокат ищет тела трех умерших, которые ему снятся в кошмарах. Шикарно. Герой-антиквар расследует преступление с помощью вещей, с которыми он может общаться. Блестящее. Продано сразу же. Частный детектив, который расследует серию убийств, которые подстроены так, как будто убийца-полицейский. Гениально. Отличная концепция. Просто хай-концепт. Сразу продано. Так, нужно ли дать понять в лог-лайне, чем история закончится? Это надо смотреть. То есть здесь может быть так, что надо. То есть вы, конечно, должны знать, чем закончится. Потому что даже если у вас в тексте этого не сказано, да, у вас, у нас сюжет, он чуть дальше будет, у нас сюжет обозначен, вот. Но у вас могут спросить, а к чему в итоге он приходит? Так, трое богатых избалованных детей вынуждено проводить летние каникулы в глухой деревне под опекой бабушки-колдуни. Гениально. Все, продано. Отличные сюжеты, ребята. У вас просто все супер. Так, замужняя женщина, чтобы кормить семью, вспоминает, чему ее учила бабушка-гадалка. Я бы здесь еще добавил бы что-то какой-то, этот самый, какой-то сетинг интересный. Допустим, она становится гадалкой, а при этом она, ну не знаю, финансовый трейдер. То есть, какой-то ее в окружении, хотя финансовый трейдер тоже и Таро использует там, и все на свете. Поэтому вот какое-то ей надо интересное окружение какое-то найти. Так, мастер Эдмонд, современный победитель снов, рискует быть уволенными из тайного общества родителей, если за две ночи не может найти подходящий воспитательный кошмар для непослушного Бориса. Мне не очень нравится вот это ограничение в две ночи. То есть, у вас материалы, ну он за две, как бы, что, две серии всего? Маловато. Надо бы это как-то растянуть. Так, история о женщине, обвиненной в серийных убийствах, оказавшейся жертвованным якорем. Отлично, нормально, все работает. Механик-самоучка отправляется в шагающий сад, чтобы спасти деда и прогнать хулиганов, сталкивается с отцом и обретает памятные знаки о матери. Ничуть не все, все в кучу. Что такое шагающий сад, непонятно что, да, спасти с деда, а что с дедом? Что случилось? Что за хулиганы? Что за отец? Все лучше возьмите, одного деда оставьте, объясните, что такое шагающий сад и что он, собственно, делает в этом саду, чтобы деда спасти. Так, история про девушку с низкой самооценкой, которая находит своих людей в обычном караоке. Вот караоке прям вообще шикарная история, очень нравится. Просто вот можно сделать, конфетку можно сделать. Так, хорошо. Есть. Дальше. Седьмой пункт. Герои. Героев мы с вами уже расписывали, да, поэтому просто сейчас вот ваш, это логглайн пишите, и дальше, следующий пункт. Основные персонажи или основные герои, и напишите туда тот список, который мы с вами писали, когда писали, по-моему, позавчера писали. Когда сделаете это, вот копипастом перенесете, напишите, поставьте плюсик, что ли, или напишите. Героев написал. Или написала. Так, чудо-лесики расследуют, откуда они появились. Прикольно. Прикольно. Я не знаю, что такое чудо-лесики, да, но сразу стало интересно. Откуда они появились, тоже сразу интересно стало. Вроде бы ничего нет, да, а все есть. Да, то есть, вот, ну, как бы, вот сравните с историей вот Евгения, да, вроде бы все то же самое, да, но у него ничего не понятно, а у вас все понятно. Да, потому что все заложено, в самом Лаглане заложен весь сюжет. Так, герой, видящий людей насквозь, сбежал из своей прошлой жизни, чтобы найти самого себя и главный смысл всего в затерянном городке. Что-то не очень, не очень понятно, да, что за, надо еще за что-то, какой-то еще фактор надо добавить, за что зацепиться. Да, то есть, либо за этот вот, либо за героя зацепиться, да, что такое герой, видящий людей насквозь. Он, у него рентгеновское зрение или что, или он мысли читает, что за прошлая жизнь, да, в которой что произошло, его, например, обвинили в чем-то. Да, и затерянный городок тоже, какой-то еще характеристика затерянного городка какая-то должна быть, в котором что происходит, например, время остановилось или не знаю что. В котором люди, все люди невидимки, тоже как это делать, как это снимать, ну, не знаю, надо думать. Вот три фактора здесь надо прояснить, что за способностью героя, да, что у него произошло в прошлой жизни и что за затерянный городок. Так, история о девушке, которая хочет узнать настоящую причину скоропостижной смерти отца. Тоже недостаточно, что-то нужно еще добавить, да, например, отец-король, да, или отец-миллиардер. Значит, девушка, которая расследует причину смерти отца-миллиардера. Вот сразу понятно про что, да, или отца, не знаю, наемного киллера. Какой-то фактор нужен. Мужчина, взглядом, вскрывает теневое людей, ищет, как применить это на пользу мира. Не очень понятно, что такое теневое людей. Это что, тень в юнгианском смысле или тень в мистическом смысле? Так, есть, героев сделали. Так, только характеристики героев, не упоминая их биографии и сюжет. Ну, у нас, ребята, мы с вами писали список героев, я вам давал достаточно точную характеристику. Если там важны какие-то факторы биографии, да, например, то, что герой учился, герой-езуит, например, да, или герой слетал в космос, да, значит, это упоминаем, естественно. Так, хорошо. Дальше. Теперь герой. Теперь синопсис. То, что мы с вами писали вчера, да, и то, что многие из вас писали в комментариях, да. Где и когда происходит действие, с какого события начинается история, кто герой, чего хочет, кто им мешает, что герой делает, чтобы получить желаемое, каковы неожиданные последствия его действий, да. То есть, когда вы отвечаете на эти вопросы, это синопсис всей истории. Степень подробностей здесь разная очень, да. То есть, ну, обычно достаточно это вот на одной страничке изложить. Могут сказать, ребят, сделайте расширенную заявку, чтобы мы понимали, как работает сюжет, да, то есть, ну, по-серийной синопсис, по сути, да, то есть на каждую серию вы пишете синопсис на страничку. Иногда это могут уже на первом этапе запросить, но это всегда какой-то дополнительный запрос, вы как бы не с этого начинаете. Но обычно вот ответа на этих семи вопросов достаточно. Если сериал горизонтальный, все, этого достаточно. Если сериал вертикальный, да, то излагается завязка истории, основные горизонтальные линии и прилагается несколько синопсисов серии. По-разному тоже. Может быть и там две для примера, вот, а может быть и все, да, то есть 16 этих самых, да, и вот 16 сюжетов. Ну, как правило, да, например, если там 16 серий, 16 вертикальных историй, то обычно на абзац там излагается половина, 8, например. Да, герой расследует смерть врача скорой помощи, который, как оказалось, торговал лекарствами, например, да, подозревают одного из его пациентов. Вот три предложения, да, и потом дальше вы это, если там история будет запущена, вы развернете. Но просто чтобы видно было, что вы в состоянии, что вы умеете генерить вот эти короткие сюжеты. Так, синопсис, он у вас уже должен быть, если его, если вы его вчера не написали, значит, соответственно, вот ваша задача сейчас, там, за сутки этот синопсис, ответом на эти вопросы написать. Сюжет, да, значит, копипастом его берете и добавляете в вашу историю. Когда сюжет будет добавлен, напишите, сюжет добавлен. Все, заявка готова. Давайте сделаем перекличку. Сколько человек у нас закончен. Так, все, синопсис есть. Уже добавлен, да. Хорошо. Значит, теперь название файла. С названием файла тоже очень часто бывает, бывает такая ерунда, что люди называют свою заявку, называют заявка. Синопсис называют синопсис, сценарий называют сценарий. Это неправильно. Значит, как мы обозначаем файл? Мы пишем свою фамилию, пишем ключевое слово, и если это заявка, то пишем через нижнее подчеркивание, да, пишем заявка. То есть, например, вот у вас караоке, да, пишите, там, Иванов, нижнее подчеркивание, караоке, нижнее подчеркивание, заявка. Через подчеркивание, не через пробел, потому что там, ну, некоторые компьютеры рвут файлы, если там, если в названии есть пробел. Вот, поэтому через нижнее подчеркивание. Соответственно, сценарий, когда будет, да, Иванов, нижнее подчеркивание, караоке, сценарий, или там, пилот. Вот, для чего это делается? Потому что, понятно, что когда вы отправляете сценарий в сценарий, он отправляется в папку всякий трэш, да, и там он больше его никто никогда не найдет. Даже если кто-то захочет, так, у меня тут была интересная заявка про караоке, как мне ее найти, да, а там куча файлов, которые называются там, заявка. Вот, ну и все, и больше, больше ваш сценарий никто не увидит, да. Так, караоке поиском сразу же, караоке нашли, вот, по ключевому слову. А фамилия, опять же, это лишняя возможность, что вас запомнят. Зафиксировать, что это сам, то есть можно и не писать фамилию, да, можно там, караоке-заявка. Вот, но лучше, чтобы в лишнем месте ваша фамилия еще раз там появилась и запомнится. Потому что, ну, например, может быть, фамилию вашу запомнят, а названия нет. Где тут у меня заявка Иванова? Про что она там была? Не помню про что, но заявка прикольная. Так, Иванов. А, про караоке, точно, вот. Да, и легко-легко находится. Причем, я помню, я в Риге, у меня был мастер-класс студентов этих самых, ихних кинематографистов. Там есть у них академия киношная. И вот, значит, я когда им про это рассказал, и там девушка, Дайга, такая, там, ну, страна маленькая, да, там полтора миллиона человек. И, соответственно, там вся кинематография, она вот на пятачке, на этом. Вот, и Дайга, она там, по-моему, чуть-чуть не во всех фильмах продюсер, который там снимается. Вот, я ей когда про это сказал, она прямо аж взвелась и горизонтальное положение приняла. Вот, 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 запомните, это самое главное. Потому что, говорит, я уже заколебалась эти ваши сценарии, сценарии, заявка, заявка, синопсис, синопсис. Это же когда получаешь там от студента там 20 текстов, да, и каждый из них называется сценарий. И все, как бы, и потеряли. Вот. Поэтому обзовите ваш файл, фамилия, ключевое слово, заявка. Так, название сценария из двух или трех слов должно быть полностью? Нет, только ключевое слово. Лучше латиницей писать или Иванов караоке, лучше, как это называется, кириллицей, лучше кириллицей. Ну, если вы на русском языке пишите, то лучше кириллицей. Так, когда все сделано, напишите, что сделано. Сделано, давайте так. Слово сделано. Напишите в чате, чтобы я видел, сколько у нас человек. В прямом эфире написали заявку. Как видите, ничего хитрого. То есть мы, по сути, мы всю неделю с вами постепенно собирали эту заявку. И она уже выстроена на фундаменте, который, как бы, ну, он не может не работать. Там есть герои, там есть сюжет, там понятная история. И с ней уже понятно дальше, как с ней работать. Вот. И, соответственно, вот с этой заявкой вы можете прийти ко мне на курс в мастерскую. И мы там вместе с вами напишем пилот. И все. Дальше, через полгода вы уже работаете в индустрии. Ну, может, и не работаете, да? Ну, может, и работаете. Так, отстаю. Смотрю в метро. Большой беды нет. То есть у вас есть сутки. Я хочу, чтобы вы к завтрашнему дню, завтра у нас с вами финальная встреча, она будет в 8 вечера. Это важно. Потому что днем я буду на Космоскову. И завтра в этом самом вечером мы встретимся с вами. И я хочу, чтобы вы... Я вам покажу, как искать, где, как искать контакты продюсеров. Все расскажу. Как писать, что в письме писать. И мы с вами ваши заявки отправим. Только вы вот не убегайте, да? Потому что начинающие авторы, они тоже... Они очень боятся. Вот это как порог такой, да? Вот у меня есть заявка. Или у меня есть классная идея. У меня в голове есть классная идея. И вот Спилберг должен каким-то образом узнать о том, что у меня в голове есть идея. Прийти и сказать. Саша, нет ли у тебя классной идеи случайно? Я скажу, да как раз вот сижу и жду тебя, Стивен. Жду. Где же ты ходишь? Вот же моя идея. Давай услышь ее. То есть вы должны сделать какое-то действие. То есть купить лотерейный билет. И текст, пока он не написан, он не... Вернее, пока он не прочитан, он не написан. И бывает, у меня тоже есть один ученик. Он написал, хороший очень пилот. И там что-то через несколько лет мы с ним встретились. И я говорю, что, как у вас дела? Там сняли сериал? Он говорит, нет. Я говорю, так, интересно. Кому вы отправляли? В какие компании отправляли? Он говорит, никому. А смысл? А зачем писали тогда? Ну, как бы написал и лежит. И он лежит. Ну и что толку? Ну, как бы... У вас лежать может все что угодно. Ну, ждите, надейтесь на то, что после вашей смерти кому-то вдруг ваш архив будет интересен. Может быть. Кто-то его разберет и снимет сериал. Вероятность... Какова вероятность? Ну, скорее, нулевая. Вот. Поэтому делаем все сами. Отправляем. Да, может быть, не будет никакого результата. Ну, и что? Ну, и что? Отсутствие результата тоже результат. Но вы кто-то измените в, во-первых, самоощущении. То есть, одно дело, ты написал текст. Другое дело, ты написал и отправил текст. Его прочитали где-то в компании. Может быть, вам даже не ответят. И вероятнее всего, что не ответят. Ну, или ответят там. Нам не подходит. Или нам... А нет ли у вас еще чего-то? То есть, у вас уже начнется какой-то энергообмен. Какая-то движуха начнется. Вот. Сделайте какой-то первый шаг. А когда делаешь... Как бы... Ну, когда решение принимаешь, да? Когда начинаешь что-то делать, вся Вселенная за тебя. Все начинает двигаться вокруг очень быстро. Вот. Поэтому... Так. Завтра в 8 вечера обязательно тем быть. Все, кто в записи сейчас слушают, завтра в 8 вечера обязательно все приходите. Будем отправлять... Искать будем контакты продюсеров и будем... Так. Вы чуть раньше сказали, добавьте сюжет в ваш файл. Вы имеете в виду синопсис ответа на 7 вопросов. Да. Заявка только в Word? Да. Только в Word. Еще, значит, смотрите. Очень часто бывает так, что наши сценаристы, они смотрят на то, что на Западе происходит. И начинают копировать тоже, да? А это не работает, да? То есть, например, на Западе все вообще сценарии, пилоты, заявки, вообще любые материалы в электронном виде отправляются только в PDF. Только в PDF. Никто в Word-овский сценарий в Word никто не отправит. Почему? Потому что PDF запрещено редактировать. Вот. Еще ставят защиту от копирования. Да, что нельзя скопировать текст. И, кстати говоря, прям вот этот Final Draft, да, он экспортирует файлы сразу в PDF. Ну, по-моему, кстати говоря, Кит тоже может в PDF экспортировать. У нас только Word. Только Word, почему? Чтобы можно было редактировать. Потому что у нас редактируют. То есть, у нас сразу скажут, вот это поменять, это исправить, и это быстро достаточно. То есть, у нас тут церемоний нет. Есть еще один нюанс, тоже неочевидный, да, со стороны. Но те, кто знают, те знают. Вот у нас чем круче компания, тем херовей компьютеры. То есть, тем хуже, вот, я в разных компаниях был, да, я был в компании, где был мега крутой офис, просто мега крутой. Просто вот, ну, золотые статуи стояли на входе. Вот я не вру, стояли две золотых статуи. Был фонтан на входе. Черный мрамор, стены, такой вот прям офис мощный, рядом с мегой на шоссе энтузиастов. Вот. И эта компания за, там, 10 лет своего существования даже короткометражный фильм не сняла. Ничего, они так ничего и не сняли, ничего не запустили. Вот. А есть компания, например, у Тодоровской. Ой, лучше не, как бы, лучше, ну, давайте, не буду называть кого. У некого продюсера очень крутого, который много проектов снял, я не про, не про, если вам что-то послышалось, то вам послышалось. Вот. Значит, и там, как это, чуть ли не в коммунальной квартире офис. Значит, на туалет какой-то, как в коммуналке, значит, вот свет вот так включается, да, и, значит, от руки написано объявление. Те, кто забывает получить свет в туалете, у того типа вычтем из зарплаты. Вот. И когда я к главному редактору пришел на встречу и сел на стул, подо мной развалился стул. То есть стул рассыпался просто. То есть мебель вот такая, там все вот, да. Почему? Потому что все до копейки, все в производстве. Все в производстве, все в производстве, да. То есть, и, соответственно, там машины такие допотопные были, компьютеры такие допотопные были, да. Вот. Что там просто может не быть программы, которая открывает это и Adobe Acrobat, которая PDF-ки открывает. Поэтому только в Варде. Строго в Варде. Можно с другой заявкой прийти на курс? Можно. С двумя. Можно с двумя, но я заставлю все равно одну выбрать. Это не... Одну будем выбирать. Так, сделаю. Я с другой историей на курс. Хорошо. Договорились. Есть ли какой-то общепринятый шлифт для заявки? В целом обычно используется курьер-мью, 12-й кековый, как правило. Но тоже, опять же, парадоксальным образом, например, у меня был один редактор, очень крутой редактор, который работал, ну, не знаю, там, например, с учителем работал, с Алексеем, с режиссером. И режиссером, и продюсером, который, собственно, входил в эти, сколько их там было, семь или восемь компаний основных лидеров кинопроизводства. На минуточку. Вот. И у него, не буду говорить, как редактора зовут, но он терпеть не мог курьер-мью. Просто у него истерика начиналась. Вот. Ну, если бы это было в Америке, то, ну, он бы не работал просто, потому что все в курьер-мью сдают. Вот. И он, я когда ему отправлял сценарий, поскольку, ну, мы с ним дружны и хорошие очень отношения были, естественно, он меня не заставлял переделывать. Вот он брал мой сценарий, заменял шрифт в ареал, вносил правки, потом обратно делал его в курьер-мью. Курьер-мью и отправлял меня обратно. Вот. Поэтому в заявка может быть и Times New Roman, и Ареалом. То есть в заявке особых таких требований нет. Ну, конечно, лучше, я считаю так, что курьер-мью это как бы, ну, это экосистема такая. То есть это как бы то, где мы должны себя комфортно очень чувствовать. Да, вот Наталья пишет, после смерти автора потомки нашли текст и сняли кино. Так, сейчас все. Тема письма, это все я завтра скажу. Тема письма, что в письме писать. Все скажу завтра. Так. А, неожиданно под плохой. Нет, вы не поняли. Вот компания, которой хороший фонтан, там хорошие ноутбуки стояли там и так далее, да, то есть там все было мега круто, да, но они ничего не снимали в итоге. А в компании, в которой стояли допотопные компьютеры, они снимали там все на свете. Кстати, в компании TwinDX, с которой я работал там много лет, тоже компьютеры стояли какие-то там чуть ли не 486-е, что-то очень древнее. Они отмывали деньги. Ну, разумеется, разумеется, конечно. Ну, естественно, вне всякого сомнения, да, поскольку они продолжали существовать, не сняв ни одного фильма, да, очевидно, что они отмывали какие-то деньги. Да, естественно, мы с вами не знаем, что это за компания и вообще она, я ее только что придумал. Так, вы только что говорили о Final Draft, поединок на Западе только тоже использовали. Но там много что используют, там Celtics еще была программа, у Труби есть своя программа под названием Бестселлер, там дофига этих программ, нет, блокбастер. Вот, ну, зачем, да, то есть там есть нюансы какие-то, в каких-то можно там синопсисы писать, в каких-то, то есть это бесконечно можно погружаться в это все. На самом деле, смотрите, я вообще консерватор, да, то есть я могу себе позволить, опять же, да. Я вот как привык писать в программе писарь, она же клерк. Да, это такое, я даже китом не пользуюсь. У меня в Word, он не работает, писарь, он не работает на современных вордах. Поэтому у меня на всех моих ноутбуках стоит старый ворд, дополнительный. То есть стоит новый ворд и стоит старый ворд, на котором стоит этот писарь. Я этот самый, Ctrl-D, Ctrl-F, Ctrl-R, Ctrl-A, эти самые, реплики, реплики, ремарки. Ну, Ctrl-D, Ctrl-F, да, герой и реплика. Ctrl-R, ремарка. Вот, непривычные так. Но я, извините меня, динозавр уже. Такие, как я, уже вымирают, конечно же. Вот, и новые, естественно, да, если бы я сейчас там активно работаю в индустрии, я бы Final Draft не пользовался. Ну, сейчас уже там, в Story Archite. Ну, вот я привык такой программой пользоваться, да. То есть если я там 15 лет писал, у меня уже с закрытыми глазами, у меня уже пальцы сами это все делают. Вот, поэтому мне проще продолжать, чем переучиваться. Детская тематика актуальна? Актуальна. В вашей книге есть пример литературной заявки. Расскажите о ней. Значит, смотрите, это очень редкий случай. Это очень редкий случай. И в моей жизни это был, судя по всему, вы говорите о книге сценарий телесериала и, соответственно, там о заявке под названием DIP, которая там приведена. Вот это единственный случай, когда у меня попросили прям именно литературную заявку. То есть сказали, что вот прям заказчик просит там максимально литературно это сделать. Для первого канала делали проект. В итоге так и не запустили, кстати, несмотря на литературность. То есть это очень редко бывает так, что прям вот, я говорю, на моей памяти единственный случай. Но еще заявка сериала «Коммунист», который тоже в итоге мы не запустили, и из которого я в итоге сделал повесть, которая вошла в финал большой книги, кстати говоря. Вот. И это немножко такая советская традиция немножко. То есть в советское время большая заявка любая проходила очень большой путь. То есть ее там всякие худсоветы обсуждали, утверждали. То есть люди, все эти худсоветы, это люди, которые не умеют читать тексты профессионально. И поэтому для них приходилось делать максимально литературный текст. То есть профессиональный человек, он на что смотрит? Он сразу же понимает, ага, какой мир, как с ним делать, какая система персоналей. То есть он на это смотрит. Они профессиональны, он смотрит на атмосферу, на то, насколько интересна история рассказана и так далее. Профессионал знает, что если есть хорошая система персонажей и хороший мир, то историю придумать это уже дело второе, третье, четвертое. То есть она придумается всегда. Я привожу, я даю заявки, можно найти, кстати, без труда найти заявки, допустим, которые Тарковский писал с Мишариным, заявки Петушевской и на сказку сказок. Любопытная достаточно заявка, прикольная. Но сейчас такие не делают. Вот сейчас заявки чаще всего вот оформляют так, как мы с вами сейчас оформляем. Хорошо, друзья, понятно ли вам все, что мы с вами сегодня сделали и вообще сделали за этот курс? Если есть какие-то вопросы, то задайте вопросы. Если понятно, напишите, что все понятно. Если есть вопросы, задайте вопросы. Мне кажется, что вы прям молодцы. Хорошо, хорошо, очень поработали. Ну вот я по лаглаймам, по вашим судьям, я проглядываю, естественно, там все, что вы писали, сюжеты. Мне кажется, что прям... Приходите в мастерскую, будем писать пилоты и будем это все дело запускать. Есть, да, понятно, что кучу всего надо переделать. Ну, переделывайте. Вот время есть до завтра, до вечера. Все, есть. Тогда на этом мы сегодня заканчиваем и увидимся завтра. Еще раз напоминаю, завтра в 8 вечера. Спасибо и пока-пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.